Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают С кем? Я все записала Что за фигня? Влад! Ты в следующий раз своего гостя приглашай К себе в комнату Или хотя бы на кухню Я же не могу ему указывать Куда ему приходить Не хочу я кашу Не хочу я кашу Я селедку хочу под шубой Я вечером сделаю В магазин схожу и сделаю А до вечера у меня что с голоду умирать? Мама Пожалей ты меня Я опять сегодня всю ночь не спала Я может раньше тебя умру Мне он Юра всю ночь снился К себе звал Нет его там А где он? Шестнадцать лет Может скажешь Провидица? Ма Я сегодня на всю ночь Хорошо Только осторожно И звони каждый час Мам, мне уже восемнадцать лет Ничего со мной не случится Конечно Да Юра тоже так говорил А теперь от него может даже и косточек не осталось Дура тебе мать Дура каких мало А может он просто память потерял А? И нас найти не может Ну и я пошла Снег идет И я пошла Спасибочки Подожди Я пойду и снег идет Мама Ты куда собралась, а? Гулять Мама Ты забыла, что ты больна Тебе нельзя на умоле Ну что мне здесь, как в клетке сидеть, смерти своей дожидаться Я немножко прогуляюсь и все А что ж такое? Нет Нет Нет, мама Павлик, помоги бабушке Павлик Только попробуй Скажи мне, достали обе Вот брошу институт Уйду в армию Нет Ой, какая у вас кошечка красивая Ой, она испугалась Вау Спасибо, спасибо, спасибо Пойдем, че Ради бога, просите, пожалуйста, извините Заигрались Пойдем, пойдем Че Юра КОНЕЦ Ну что вы там? Готовитесь? О, здорово! Устроение прекрасное. Простите, сейчас сюда мужчина с собакой зашел. Вы не скажете, из какой квартиры? Спасибо. Да, ну ничего, давай, как вы договорились, так значит, вас только там и встретимся. КОНЕЦ Фу, фу, подожди, кто там? Телеграмма! Вам телеграмма прислать, ты нервничаешь. Девушка, да вы так не бойтесь, она на самом деле очень добрая. Джанна, давай, иди на место. Место, бегом. Я услышаю. Юра... Девушка, да вы что? Я... Ну, пожалуйста, придите в себя, я вас очень прошу. Господи, мне только этого не хватало. Нифига себе. А это еще кто? Ника, я не знаю. Нашел замену Ирки? Поздравляю. Ника, пожалуйста, язык прикуси сейчас. Я что, мазохистка? Да, ты так кардинально по пуле. Сколько ей? Лет сорок, сорок пять? Ника, еще раз повторяю, не знаю. Шмотки из магазина распродаж, в парикмахерской лет пять не была. Маникюры нет. Воды принеси, пожалуйста. Я не собираюсь носить воду твоим любовницам. Она не моя любовница, ты понимаешь это или нет? Я тебе еще раз повторяю, я человека первый раз в глаза вижу. Да, папа, не надо не по ушам ездить. Слушай, ты как с отцом разговариваешь? Я тебе пацан, что ли? Иди, говорю, за водой сходи. Спасибо. Неправильно делаешь. Надо холодную душу вот так. Девушка, ну пожалуйста, ну придите в себе. А может ей сердце плохо? Может скорую надо вызывать? Да что-то не похоже, что ей нужна скорая. Дыхание ровное, кожа розовая. Орешки. Мне должна быть сумка. Сумка. Да, должна быть ее в коридоре, наверное. Посмотри там, пожалуйста. Пожалуйста, да что ж такое-то. Ну придите вы в себя. Паспорты нет? Паспорты нет? Паспорты нет? Алло? Мам, ну ты где? Меня ребята уже ждут. Ну ты там скорая, чего ты молчишь? А это не мама. Кто? Не знаю. В общем, мама ваша у нас дома лежит. В обмороке. В смысле лежит? А что с ней? Кто это говорит? Да какая разница, вам надо не приехать. Юра. Юрочка. Живой. Улица Третья Гражданская, дом 6. Подъезд 2, квартира 65. Юрочка. Юрочка. Ты меня совсем не помнишь? Подождите, подождите. Вы меня с кем-то перепутали. Я не Юра. Как я могу тебя перепутать? Ты снишься мне три недели подряд. Опять же ошибочка вышла. Не могу вам сниться, потому что я вас первый раз вижу. Вы это понимаете? Ты просто память потерял. Ты не помнишь. Вспомни. Я Эля. Вспомни. Эля. Давайте, если вам стало легче. Все. Мы собираемся, одеваемся и идите на выход. Куда? Ну, не знаю куда. К близким, к родственникам. У нас, наверное, дом есть. Да? Вы живете где-то. Вот туда и идите. Юра. Юрочка. Ну, вспомни меня. Пожалуйста, вспомни. Так, стоп. Вот сейчас давайте мы не будем кричать. Это во-первых. Во-вторых. Давайте-ка мы с вами спокойно сейчас разберемся. Да? Вы кто? Я? Да. Эля. Твоя жена. Ну, вот только удивиться. Да, нормальный поворот событий. Подождите. У меня действительно была жена. Ну, в смысле, как была. Она и есть. Но мы с ней развелись. Давно причем развелись. А вот это наша дочь. У тебя есть дочь. Угу. А как ее зовут? Ее зовут Вероника. Хм. Какое волшебное имя. Так ты почти сразу женился. Еще раз. Сразу после чего? После того, как память потерял. Да я ничего не терял. У меня все нормально с памятью. И с головой, поверьте, тоже. Вот у вас, простите, конечно, за выражение. Но, по-моему, проблемы. Хорошо. Вы хоть помните, зачем вы сюда пришли? Тебя увидела, Юрочка. А, значит, про телеграмму это, получается, вы мне наврали. Вот. Ваш шарф, перчатка, сухой, в смысле, орехи. Все, давайте на выход. Хорошо. Давайте, 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 все, пойдем. Пап, карманы проверь. Зачем? Вдруг она чем-нибудь сперла, пока мы в коридоре были. Классический развод дураков. Простите, конечно, пожалуйста, не могли бы вы показать карманы? Что? Я говорю, карманы, выверните и побыстрее. Или так у нас очень много времени отпали. Ой, нет, этого уже не надо. Нет, пусть раздевается. Зачем? То, что вы носите, это кошмар. Фигура у вас ничего. И подстричься немедленно. О, сын подельник. Вы простите за эту экзекуцию. Ну, в общем, одевайтесь. Всем привет. Слушай, у вас тут такая забавная история произошла. Звонок в дверь, смотрю в глазок, девушка стоит на пороге. Сказала, что принесла телеграмму. Ее открыл, она бац, в обморок, и все. Но она уже сейчас уходит. Как интересно. Да, мне тоже. А разделась она в обмороке? Нет, это я ее разделал. В смысле, я попросил, чтобы она вывернула карманы. Девушка для чего-то разделась, я не понимаю. Она его жена? Да. Очень смешно. Я правда его жена. Меня Эля зовут. Да кого ты слушаешь? Это авантюристка какая-то. Слушайте, я вам сейчас... Я милицию вызову. И давно вы его жена? 19 лет. А Павлику уже 18. А Павлик это? Наш сын. Наш сын. Послушайте. Вы, конечно, не буйная, но вы меня сейчас доведете. Я в психушку позвоню. Юрочка, я тебе все расскажу. Ты все вспомнишь. Да не надо мне ничего вспоминать. Юрочка. Вот. Вот, пожалуйста, вот смотрите. Вот видите, вот это, между прочим, это документ. Михаил я. Михаил. Тебе же надо было как-то называться. Я вам еще раз подробно объясняю. Меня с детства нарекли Михаилом. К вашему Юрии я никакого отношения не имел и иметь не хочу. Все. Тема закрыта. До свидания. Где мама? Да. Здравствуйте. Добрый. Мам, ты что вообще тут делаешь? Я отца твоего встретила. Какого отца? Его. О, нифига себе. Угу. Он память потерял. Так я и думала. Да, и терпение сейчас потеряет, по-моему, окончательно уже. А что тут вообще происходит? По-моему, твоя мама того. Все, друзья мои, давайте-ка оба на выход. Я не знаю, кто вы там, но не надо так снимать ее. Руки уберите. Оба, давайте, на выход. Я говорю, руки уберите! Юрочка! Юрочка, ты не усыпься! Подождите, не надо меня трогать. А ведь он на тебя похож. Да, я даже знаю местом, которым он на меня похож. Нет, ну ты посмотри одно лицо. Нос, глаза, губы. Послушай, он вообще на меня ничем не похож. А для меня это несчастье, быть похожим на этого чертова Юру вашего. Послушайте, у меня паспорт есть, понимаете, паспорт у меня есть. Мне же вот кто-то выдал как-то, правильно? Мир не без добрых людей. А в 90-е это было сделать проще. Слушайте, ну я помню, как я рос, как я в детский сад ходил, как я в школу ходил, как я в институт поступил, как я свадьбу играл в конце-то концов. Ну поверьте вы мне, я не тот человек, за которого вы меня принимаете. Я читала. Я очень много читала, Юрочка, пока тебя искала. И я знаю, что человека можно как бы перепрограммировать, вложить ему в голову память другого человека. И он начинает думать, что он, это не он. А давно пропал ваш муж? Шестнадцать лет. А Нике пятнадцать. И что? Ничего просто. Теоретически все сходится. Ира, Ира, ты, господи, ты понимаешь, что ты сейчас говоришь? Что ты говоришь? Ты что, веришь весь в этот бред? Ты сколько меня знаешь? Шестнадцать. Ну? Парень из общаги – это все, что я знаю от вам в прошлом до нашей встречи. Ну, по большому счету, честно говоря, ты ведь больше ничего не хотела знать. Ладно, мам. Пошли. Он это или не он, ему поборван она. Пока, сестричка. Пап, скажи честно, он мой брат? Я еще раз повторяю, ну нет у тебя братьев. Нет, понимаешь? А жаль. Так, мам, пошли. А то бабушка салаты в Новом Годе не дождается. Да, давайте. Салаты там, бабушки. Всего хорошего вам. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. И вам действительно желаю найти вашего настоящего мужа в Новый Год. Последнее. И после этого я уйду. Павлик, иди домой. Бабушку одну надолго оставлять нельзя. Иди, я скоро вернусь. Я с собакой погуляю. Давай. Что еще? У Юры была Рудинг. Вот здесь. И... И что? Подождите, вы... Сейчас что хотите, чтобы я вам показал свой зад, простите меня за выражение? Да. Ир, ты можешь объяснить этой женщине, что, ну, нет у меня там никакой родинки. Нет. А я не помню. Давайте я вам помогу. Я понимаю, самому как-то неловко там место такое неудобное. А вы не стесняйтесь, я медсестра. Ну, давай, раздевайся прямо здесь, все свои. Привет. Я понимаю, вы меня ненавидите. Ошибаетесь вы мне безразличны. И знаете почему? Потому что он всегда любил только меня. По крайней мере, последние 17 лет. Он женился-то только потому, что я вышла замуж за другого. И развелся с женой, когда снова меня встретил. Просто он забыл, что у него есть я. Если забыл, значит, не любил. А вы его не любите. А в любви всегда один любит, а другой позволяет себя любить. Нет, ну, конечно, может быть, бывают исключения. Но я таких не встречала. Ир, зайди, пожалуйста, на секунду. А ты чем хочешь заниматься? Я хочу быть стилистом или модельером. Я вообще хочу на телевидении работать, ведущей какую-нибудь программу. Только не знаю, как туда попасть. У тебя на телеке знакомых нет? Нет, нету. Ёлки! В хорошие руки. Подойди, пожалуйста, к ней и скажи, что у меня нет никакой родинки. Сам иди говори. Послушай, Ир, ты прекрасно знаешь, что я органически не переношу вранье. И я не умею врать. Так, это просто совпадение. Но ей об этом знать не обязательно. Да понятно. Все нормально, не волнуйся, я ее выпровожу. Давай. Нет, там у него ничего. Я все проверила. Я вас провожу. Я вам не верю. Ваши проблемы. Ваши проблемы. Шарфик? Пожалуйста. Давайте я на всякий случай вам Юрины данные оставлю. Не стоит. Нет, я все-таки запишу. Прошу. Стойте! Вы не волнуйтесь, я уйду. Уйду. Можно я посмотрю вам глаза? Слушайте, я вот, господи, прости, не душу грешную, но готов уже дьяволу душу продать. Лишь бы его оставили мне. На ГУrecht!!! Гудержонficа Упийские До свидания. Слава тебе, Господи. Что с тобой? А, да не, ничего, в себя прихожу. Так, ладно, я заплатим, потом к стилисту и к девяти подъеду. Зайдёшь погреться? Маму не велик. Ну, тогда в кино завтра сходим. Можно. Только я тебя предупреждаю, я всё равно скоро уеду. Куда? За границу, не совсем. Ну, наверное. Моя мама уходит замуж за итальянца. Поэтому в кино тебе лучше сходить с какой-нибудь студенткой. Понял. Поищу студентку. Держи. Донесёшь? Постараюсь. Ну, с наступающим. На тебя. Подожди. Слушай, а давай я сейчас быстро сбегаю, посмотрю, как там бабуля. И ёлку тебе, по-моему, могу донести. Угу. Идёт? Да, здорово. Я сейчас. Угу. 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 Я сумку забыла Павлик! А ты отца своего не помнишь? Неа У меня же полтора года было, когда он пропал Поехал на Север деньги зарабатывать и через полгода пропал Мать его лет десять искала Джена! А потом перестала Иди ко мне Знаешь, я так думал, он... А я своего ненавижу иногда Почему? Ну, потому что он маму просил из-за Ирки А теперь меня в Италию отпускать не хочет Джена! Но я все равно уеду На зло ему Пусть свою Ирку облизывает Терпеть ее не могу Не, ну это нормально Ты знаешь, мне кажется, ты бы любую на ее месте терпеть не смогла бы А если бы она его любила Например, как твоя мать Джена! Слушай, а у меня идея Давай их поженим Кого? Твою мать и моего отца Да, ну... Что? Между прочим, я видела, как она на него смотрит Только надо ей апгрейд сделать Я ее подстригу, подкрашу Будет как конфетка, не хуже Ирки Мне кажется, она не согласится Это вообще какая-то... Ну, дурацкая идея просто Ее нельзя ведь кого-то заставить полюбить Ну вот смотри, твой отец любит другую женщину Моя мать убивается до сих пор по моему отцу Не знаю По-моему, попробовать можно Да ерунда это все Какой ты тухлый Да просто я реалист, вот и все Пусти Женщины таких не любят Мужчина должен быть немного безумным А если все-таки твоя сестра? Ну, тогда мне придется застрелиться Сейчас, подожди Так Алло, здравствуйте А можно телефон ресторана «Золотой какаду»? Ага Ага Спасибо Алло, здравствуйте Я хотела бы столик на сегодня отменить Малинина Ирина Ну да, я ногу сломала, вот поскользнулась Угу Слушай, дружище, я чего звоню, у меня к тебе просьба будет огромная Ты не мог бы по своим каналам ни одного человечка пробить? Я у вас сумку забыла Я только дома поняла, что оставила ее здесь А там ключи, телефон А, вы знаете что, давайте я сдумаю эту изо, а то вы и на ногах держитесь Проходите, я сейчас одену и все, поедем Спасибо Да не за что, проходите Вот тебе влетит-то Ну и что Давно хотела Ирке какую-нибудь подлянку сделать Прикинь, приходит она такая вся на каблуках, такая вся красивая, с причасткой И придется целую ночь дома сидеть Я думаю, вряд ли они куда-нибудь без записи попадут Так, ты оставайся здесь, а я скоро И потом сделаем переделку твоей маме А мне елку подарили Такой Новый год без настоящей елки Ты же вроде к друзьям собиралась Придумала Пришел исправить Новый год дома, кто бы с ней Но боюсь, что твоя семья сегодня будет только Джена А внутренний голос мне подсказывает, что компания будет чуть больше Хорошо, что вы еще не ушли Хотите, я вас постригу, покрашу, макияж делаю Ой, не советую, знаете, одна моя знакомая после общения с моей дочерью перестала самоздороваться Это он так говорит, что побыстрее вас выпроводить, да, папа? Нет Ну так что, Новый год с новым лицом Нет, спасибо, я как-то к своему уже привыкла А вы давно все в зеркало смотрели? Ника Что? Да ладно, все нормально А ты же в ресторан? Нет, я сейчас провожу и вернусь Провожу? Да, провожу Интересно Да чего это они тут до вспоминались? Какой господин из Дэна? Ну что, вроде бы приехали Да, спасибо Да не за что А вы не помните этот дом? Нет, Теля, я не помню этот дом Я, может, зайдете Вдруг вспомните Спасибо вам, конечно, большое Но Или поверьте Я не он Ну, я вам честное слово даю Вы меня простите Да ладно С наступающим Вас так же До свидания До свидания До свидания Ну, я не знаю Хочешь, я это тебе женюсь Боюсь, моя Катюха будет против Согласен Ну, я не знаю, дружище Ящик пиво, полюбому С меня причитается Где рыба? Ну, хорошо, хорошо Говори, не томи Ну, короче, поменял он паспорт Ты у Юрия стал, Георгий Так Родился 2-го мая А теперь 22-го Так И с фамилией Одна буковка изменена Ла-О стала А Посекаешь? Не, ну, а что Грамотно, молодцы Придумали Если что Ведь это же написки Своить можно, я так понимаю Точно А ищет-то не около А конкретно Ну, да В общем, смотри Чувачок 5 лет назад Вернулся из литиного Торна по стране И купил квартиру Убутовым Где по сей день И проживает А женат он Угадай, нынче на ком? И? На бывшей по-спортистке Да ты что? Ну, это я уже Из спортивного интереса выяснил Но с тебя ищу ящу Я понял, Сереж Но мне надо знать Это точно он или нет? Да он Даже не сомневайся Может поделишься Зачем он тебе нужен? Еще срочно Да ты знаешь Мне тут одному человечку Нужно подарок сделать Вернулым годом Серьезно у тебя подарки? Так, стараемся Ты адрес запомнишь Или тебе смс-ки скинуть? Да нет, конечно, запомню Говори Так, смотри Улица Владимира Прямова Дом 5, квартира 16 Все, Серега, я понял Дружище, с меня причитается Давай Давай, все, пока Обнял Юра А вот эта белочка Моя любимая в детстве была У меня зайчик такой есть Похожий Ну не мог же С первого взгляда Влюбиться В сестру Я ее брат Добрый вечер Здравствуйте Простите, а вы Юрий Да, я Юрий И что? Да нет, так Ничего А вы Элю И Павлика Ну, случайно Не помните? Нашла все-таки Значит, помните Ну и Что? Ты кто, сыщик? Не, я не сыщик Но вам Сейчас нужно будет Собраться Одеться И поехать со мной Куда? Как куда? К Эли Ну, никуда я не поеду Послушай, мужик Я тебя очень прошу Ты не вынуждай меня Я тебя могу сделать Так что ты мне не то, что поедешь А побежишь Рядом Да что ты говоришь А не пошел Так, не поняла А ты кто такой? Я сейчас милицию вызову Блин, иди домой Я так понимаю, это жена Жена Шел вон отсюда Барышня, вы Покуратнее Ножичком-то Я вам привет принес А вы меня так Ну, двоим От уголовного кодекса Сколько у нас там час идет лет За поделку документов Это кто? От живой от бывшей Ну, Юрий, давай Смелей Собирайся Поехали Я тебе сказал, я никуда не поеду Я тебе еще раз повторяю Если ты не поедешь Будут очень большие проблемы Че ты от меня хочешь? Чего? Чтоб я вернулся к ней? Так почти 20 лет прошло Я вообще не помню, как она выглядит Ну, вот заодно и вспомнишь А, вернуться там или нет Это вы сами решите Ага Поехали, поехали То есть как это сами? А я? Я с вами поеду Ммм, да ладно Да ладно Поедем, да Сиди, сам разберусь Селедку иди делай Ну, поехали Поехали А вас с наступающим Слушай, а чем жена тебя таким достала Что ты решил от нее навсегда свалить? Да ничем Женщину я встретил Ну, жену в смысле? Да, нет Другой от долянки был Боялся Эль с собой что-нибудь сделает Решил, так будет лучше Кому лучше? Ну, ей Ну, мне это просто Время, оно ведь лечит Ну, потом, конечно, хотел вернуться Понял, что не смогу Страшно мне в глаза смотреть Влюбил она меня сильно Слушай Отпустит меня Ну, скажи, что я не нашел Ну, ты же мужик должен понять А я уеду Я после праздников уеду Ну, и что ты так собираешься Всю жизнь бегать? Может, лучше один раз встретиться В глаза посмотреть бы и все Да ты же не понимаешь Да, чокнутая Другая давно бы забыла Пять раз замуж вышла А это носится Все ищет И Кто у меня зарежет Понятно Так ты, знаешь, за себя переживаешь А не за нее, да? Да Редерь может и Лучше меня выкинуть по дороге Да я бы выкинул Только вот проблема есть маленькая Она меня за тебя принимает Так что ты уж извини Я тебя доставлю прямо до подъезда И прослежу Чтоб ты еще не сбежал Тебя за меня? Угу Ну, думает, что Я память потерял То есть ты Поэтому я не могу вспомнить Я же говорю, чокнутая Когда я тебя зарежу Поехали, лучше куда-нибудь выпьем Спасибо, конечно, мне И есть с кем пить Ну да Ну да Так Надо что-нибудь быстрое и вкусное Ммм Салат с креветками Да? Так 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 У тебя есть зарядка? У папы Придет, даст Угу А вот еще с черносливом Ну Я надеюсь, номер квартиры помнишь? Мам Мамочка, ну сколько можно спать? Вставай, Новый год проспишь Салат готов Мам 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 Вставай Ну сколько можно спать? Вам кого? Здравствуй Или Не может быть Что так сильно изменилось? Ну квартиру отпустишь? Как Валентина Ивановна? Жива? Жива Как Павлик? Большой совсем стал В институт поступил В институте Выпьем Выпьем С тобой за встречу А водки нет? Ив А где ты был шестнадцать лет? За встречу Может, ты выпьешь? Я ведь думала, тебя в живых уже нет Где был? Где был, где был Ну где был На севере был На Дальнем Востоке На Урале В Сибири Значит, ты память не терял? Терял Только не память Голову я терял Мозги терял Влюбился я там на севере Влюбился Ну и решил Решил домой не возвращаться Ну что ты так смотришь? Ну что ты смотришь? Думаешь, я не переживал Не вспоминал Че как? Знаешь, как я вернуться хотел, а? Тем более, что С женщиной стоя У меня ничего так и не вышло А что ж, не вернулся? Так ты же меня не просила бы Ну скажи, ну не простила бы ты меня Да что же они там стучат? Че ты делаешь? Салат испортила Чем теперь маму кормить? При чем здесь мама твоя? Она, небось, рада была, что я пропал Она переживала За меня О, черт Жена Боюсь, что без нее Новый год встречу Ты иди, Юр, иди Да, пойду Ну, с наступающим тебя И тебя Бывайте внимание, Пашке тоже Поздравления передай Я передам Подожди У меня для тебя подарок Вот Полезная вещь В хозяйстве пригодится Это моя подушка Я за 16 лет Столько слез в нее выплакала В голодный год Соль дубовать можно Это тебе И не забудь передать привет жене Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Понятно Ну что, я вижу, жив-здоров Да еще и с подарками Ладно, ладно, не обижайся Тебя отвезти? Не хочу я сейчас с тобой Ну, как знаешь Нет, я только одного не понимаю Почему же она меня за тебя приняла? Мы с тобой совершенно не похожи Понятно Хотя, если честно Я тебе на какое-то мгновение позавидовал Нашел кому завидовать Ну, если бы меня так любили Ладно С наступающим Послушай, а она там с тобой Ничего не сделает? Субтитры Алексею Дубровскому А, Эля, у вас все нормально? Да А вы не уехали? Нет, мы еще не уехали У меня-то машина сейчас барахлит Вы чай предлагали? Предложение в силе? Да, проходите Спасибо 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 Вы знаете, я, честно говоря, очень проголодался А Новый год еще Пока не скоро А хотите, у меня еще салат есть? Селедка под шубой Правда, я ее испортила Перемешала Да что вы, я с удовольствием Конечно А за то, что перемешали Вы не переживайте В желудке все равно все перемещает Перемещай Ну, с таким салатом я точно до Нового года дотянул Спасибо большое Ой, за мной Спасибо Благодарю Это вы его нашли? Ну, да Я его 16 лет искала А вы за два часа нашли Как? Ну У меня дружок работает Но, в общем, он помог Я бы сам не нашел Спасибо Да не за что Или, я так понимаю, я зря это сделал, да? Ну, вы поймите Я ведь хотел как лучше А получилось как всегда Да вы не бойтесь Я из окна прыгать не буду Ну, вот это хорошо А вы совсем на него не похожи На теперешнего Ну, ну, я заметил Странно Ну, что странно По-моему, нормально Все естественно Годы идут, люди меняются А какой вы были 16 лет назад Высокий Красивый Блондин С голубыми глазами Вот теперь видите Брюнет, да еще и зелеными Чудеса, правда Вот вы улыбаетесь Это хорошо Извини Я снова, я извини Я Это Пашку хотел повидать О, где? К друзьям ушел О Ага Ну что, я тогда пойду Угу Наш столик Нашли желающие И они вернут нам предоплату полностью Подожди Это что за бред? Почему? Это ошибка какая-то Она утверждает Что я сама Недавно ей позвонила И попросила снять заказ Потому что я Сломала ногу Ты сломала ногу? Я уверена Это звонила твоя дочь А Ну, понятно Ладно Не переживай Я приду и ей всыплю Да ничего ты ей не всыплешь Она веревки из тебя вьет Дрянь такая Так, и что теперь? Всю ночь дома сидеть? Послушай Ты можешь сейчас не заводиться? Ты сейчас где? Я у стилиста Скоро заканчиваю Выезжаю к тебе Ну, все Езжай ко мне Я тоже скоро буду дома Встретимся дома Обо всем поговорим Спокойно Хорошо Все, давай Что-то случилось? А, это Да нет Это все ерунда Я вас умоляю Мелочи жизни Хотите что-нибудь еще? Нет, нет Нет, Ильичка Я благодарю вас за все Все было очень вкусно Но мне пора Я, пожалуй, пойду В другой раз как-нибудь Вы же знаете Что в другого раза не будет Я желаю вам всего хорошего И С наступающим А с Новым годом И вас Спасибо Илья У вас точно все в порядке? Да, да Со мной все в порядке Зачем я только вас встретила? Ну, как зачем? Что не делается, как говорят Все к лучшему Ну, наверное, для того, чтобы я помог вам найти вашего мужа Вы нашли мне чужого мужа Но его мужа Уже нет Ну, все равно вы так не огорчайтесь и не расстраивайтесь, пожалуйста Ой, да я вас умоляю Тысячу раз еще все перемелется Все хорошо Почему вы не он? Ну, потому что я Это я Да и поверьте мне, Эля Я не лучше, чем ваш Юра Да-да, правда Я женился на женщине Которую не люблю И не любил никогда А мы с ней 13 лет вместе прожили Только измучили друг друга Вот и все Кому вот этого легче, непонятно Теперь вы счастливы? Ну, почти А что это? Почти Да, это так Ерунда Ладно Я с вашего позволения пойду Спасибо большое До свидания Ой, простите Ничего страшного Ой, простите Ничего Ну Я желаю вам в новом году Избавиться от этого почти Хорошо И вам всего хорошего До свидания До свидания С наступающего Дура, дура, дура Так Так Все Мама Салат Господи, как я ненавижу Новый год Мам 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 Мамочка Ну, сколько можно спать? Салат готов Мам Мам Ну, вставай Мам Лучше бы не надо Мне еще всю ночь кататься А некоторые дамочки Запах куривания переносят Что? Бросило? Я бросил Жену с ребенком Семнадцать лет назад Бывает Теперь-то чего переживать? А она меня все эти годы ждала А ты проверял? Что только баба не скажет, чтобы денег вытащить Да пошел Ну, что ж ты делаешь? Я только машину помыл Еще помоешь Вот и папа Ну что? Проводил? Проводил Ника, это ты столик в ресторане отменила? Я Да Ладно Тогда дома Посидим Дом отмечать Нормально А дохрена их стилиста моталась Кучу денег отдала Чтобы ваши перепалки всю ночь слушать Ладно, ладно, не переживай Мы пьем перемирие аж на целые сутки Здрасте Привет Моя вообще пацифистка Это заметно Ирочка, а вы креветки идите? Я их пью Отожмем В чем проблема? А я смотрю, на все веселее и веселее Двое на двое Ну, хорошо Ну что? Может, старый год проводим? Давайте Павелик, наливай Еще и общий язык нашли Любовь с первого взгляда Такое бывает, можешь на всю жизнь Ну, это навряд ли Ну, по себе люди не судят Ну, я в твои годы тоже думала, что любовь одна и на всю жизнь Обычный юношеский максимализм А любви хватает едва ли на год И то, если повезет Ну, вы с папой уже три А ты, девочка моя, думаешь, люди вместе только потому, что влюблены? Нет, не думаю Но лично меня другие варианты не устраивают Правильно Посмотрелась Папа Спасибо Тебе не многовато будет? Да, я это до утра пить буду Ну что? Прощай, старый год Прощай Давайте Простите Вы не видели пожилую женщину В короткой светлой шубке Аппарат вызываемого абонента выключен Или находится вне зоны без визит Замобалтую А, боже мой Да что ж такое, а? Саша Скажи мне, а Павлик у тебя? Как нет? Он же к тебе собирался У Толика? Какого Толика? Так, послушай У тебя есть телефон, Толика? Позвони ему И скажи, что Чтобы он передал Павлу Я просила срочно его позвонить Слышишь? Срочно Так Сейчас танцы организуем Ух ты Поэтому зря вы, Ирчик, расстраивались А прическу и маникюр Может Павлик оценить Как Павлик тебе? Моя будущая мачеха Красивая Но он предпочитает Таких страшных, как я Ой Я все поняла Не волнуйся Отбивать не буду Ну вы что, шутите? Вы ему в матери годите И что? Кстати Давай, давай, Ханяич С кем это вы целовались? Три дня назад в торговом центре Симпатичный такой парень, высокий Я думаю, папе тоже будет интересно Папе будет очень интересно Это двоюродный брат Да, ну Да И я не целовалась, а чмокнула В губы Ник, ну прекрати Не, ну что ты, ну пусть Дочь откроет глаза отцу на подлую мачеху Золушка была любимая сказка, да? Черт Вы мне зарядку не одолжите? Зарядку? Одолжим, конечно Есть розетка Ага, спасибо Не за что Ну, можешь салатику? Нет, я пас Ну, спасибо, не надо А я буду Алло, мама У меня тут батарея села Как пропала? Офигеть Да это я виноват Я дверь забыл закрыть Мам, я сейчас приду Да Успокойся-то, мам Найдем ее Да Подожди ты Что случилось? Бабуля сбежала То есть как это сбежала? Ну так Записала свой храп на плеер И пропала Научила свою голову Так, может салатику? Не, не могу, надо бежать Я с тобой Подожди, куда? Денька Я тебе не изменяла У нас так Легкий флирт Но это случится рано или поздно Что, ты молчишь? А что ты сейчас хочешь от меня услышать? Изменяй, дорогая Я разрешаю? Миша, я ведь не девочка уже Ты хорошая, любишь меня Я, наверное, как эта безумная женщина Должна вцепиться в тебя Выйти замуж, родить ребенка Миша, я другая Вот в чем прикол Да дело не в том, какая ты, Ира Такая или другая Дело не в этом, Ира Дело в том, что ты меня просто Никогда не любила А не ты ли говорил, что твоей любви хватит на двоих Давай так Или ты принимаешь все как есть Или, в общем, я оправдываться не буду Да и не за что Пока Ну Оставляем все как есть, да? Ты знаешь Нет Сегодня кое-что произошло Ты что, Миша, влюбился в эту женщину? Я со смеха умру Ира Я от всей души Тебя поздравляю Я и желаю тебе, чтобы ты была счастливой Чтобы ты жила долго и счастливо Но не со мной Уверен? На все сто Ну что ж Наверное, так будет лучше Я тоже желаю тебе счастья Спасибо Тебя народить? Нет, не стоит За мной сейчас подъедут Меня ресторан ждет Другой ресторан Ну что, прощай Сказка о вечной любви Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что, бросил? Я его бросила Да ничего, не переживай Красивая такая Другого найдешь Конечно, найду Я бы себя мог предложить Да женат А что? Могли бы встречаться Пару раз в неделю Нет, спасибо А зря Ну что, дедуль Поезжай домой к жене Поцелуй ее Скажи спасибо за то, что она с тобой козлом старым До сих пор не развилась Пока Алло Дениска, привет Да, я получила твою смс-ку И тебя с наступающим Нет, не в ресторане Обломался ресторан Вот стою одна посреди улицы И не знаю, куда податься в новогоднюю ночь Выбор огромный, да Боже мой, мамочка Где же ты? Куда же ты пошла? Такси недорого, поедем Да Ну что, не пришел? В смысле? Ну, плачешь вот Ждала, может, долго Нет Я маму искала Она из дома ушла Ну, мама-то не маленькая Погуляет, вернется Ой, нет Черт, черт Да что же за день сегодня такой Сначала все плачут, потом ругаются Что случилось-то? Я тебе взял А деньги? У меня 130 рублей Хватит? Да нет, маловато будет У меня дома есть Поехали, пожалуйста Только если можно, помедленней Вдруг я ее увижу Ладно Слушай, это какое-то бромовское движение Так мы ее никогда не найдем Надо сесть и подумать, куда она могла пойти Да куда угодно она могла пойти У нее же с головой не все в порядке Время Смотри Наши знакомые Давай Точно они Ой, вставай, вставай Да И память она теряет Один раз ушла Через неделю ее только нашли Грязная Голодная вся С тех пор мы ее вообще никуда одну не отпускаем Как же я забыл закрыть эту дверь Ну вот болван просто Спасибо А, нет, 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 нет Просто так выйти не получится Залог нужно оставить У меня ничего нет Я телефон не тот потерял А вот колечко подойдет Ну все Давай Давай жду Это опять я Я только спросить Даже заходить не буду Ну да, я вас слушаю У меня мама пропала Ей выходить нельзя на улицу Она болеет Ее надо срочно найти И я подумала Если вы нашли Юру То может быть и маму тоже Эллия, ну знаете Мне кажется, что в этой ситуации Лучше в милицию обратиться И Ну да, Новый год Я понимаю Извините, я пойду Да нет, нет, подождите Вы не поняли Мой друг Мой друг Он людей по бумажкам ищет Да, у меня есть идея У меня есть идея Обручальный смысл Обручальный смысл Обручальный смысл Ну вы даете, подождите Но вы хоть номера запомнили машину Ну, Марка, ну, модель цвет Нет Ну и ладно Значит, я к тому и быть Пойдем Что-то случилось Может, не слышит Занята Или вообще мобильник потеряла Ну, блин Бабка потерялась Теперь еще и мать искать Может, они уже дома Шампанское открывают Зря ты со мной пошла Только праздник себе испортишь А портить было нечего И к тому же я никогда не справляла Новый год на улице Надо попробовать Иди сюда Вот Это Годится? Ну, наверное Нюхай Нюхай Хорошо Лечи Лечи, пойдемте Ура! А вы в ходе! Лена, ищи 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 Хорошо Хорошо Ну Что? Да плохой это мне, сыщик Смотри, она вся стягом завела Она ничего не чувствует Собачка Собачка маленькая Ну, пожалуйста Ну, давай Ну, пожалуйста Нюхай Пожалуйста Нюхай Работай Давай Лена Вперед Вперед Ищи Ищи Хорошо Ищи Молодец Ох Ах Ах С наступающим С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Ой, вечер какой хороший, а! Ага. И погода! Ага. Вообще хорошо! Ага. Хорошо. Двенадцать скоро. Пойдем в Шампанского хоть куда-то. Ага. Новый Год скоро. Угу. Вас, наверное, ждут. Да нет, вы знаете, уже не ждут. Кстати, ваша желание не исполнилось. Она меня бросила. Правда, до Нового Года. Я не это имела в виду. Угу. Слушайте, ну что же мы с вами сидим? Давайте хоть в милицию пойдем. А знаете, я поняла, куда она могла пойти. Куда? На елку. В Кремль, что ли? Шучу, шучу, шучу. В Новый Год она всегда любила ходить к елкам. Здесь поблизости есть одна. Давайте сходим туда. Мама! 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 Ну где же она? Может это не та елка? Не говорите глупости, у нас в районе одна елка. Жена. Опа! Жена. Мама! Ну что же ты одна спрячешься? С Новым Годом! Мама! Мама! Ну, пойдем. Ой, дитек, жилехонький, как я и предполагала. Мама, это не он, это совсем чужой человек. Да. Правда? Да. Ну что ты делаешь, мам? Ушла из дома, даже записки не оставила. Да. Я тебя весь вечер бегаю ищу. Иди! Иди! С Новым Годом! С Новым Годом! Я смотрю, вы готовились. Да. Папа. Так. Вот. Что? Не идет? Молодежь, дай сюда. b Давай, 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 давай. С Новым Годом! Мама, тебе нельзя. Мне можно. Не делай из меня тяжело больную. Я здрави тебя. С Новым Годом всех! С Новым Годом. Давайте с Новым Годом! Давайте. Давай. С Новым Годом! Ура! И вообще, если тебе теперь будешь меня снова запирать в квартире, я тогда в бомжисть продамся. Серьезное заявление. Мамочка, ну что ты такое говоришь? Ну что, я тебе враг. Я же только ради тебя и Павлика живу. Солнышко, живи ради себя. Ради меня не надо. Ради себя живи. Понимаешь? Ты моя доченька. А мы с Павликом решили пожениться. Это что, шутка? Нет, это правда. Мы же знакомы, всего несколько часов. Ну и что? Это любовь. Да, она у меня с 8 лет, раз в 15-20 замуж уходила. Поэтому это нормально, не обращайте внимания. Это было детство, а сейчас все серьезно. Я подтверждаю. Поживел, увидим, подтверждаю. Так, есть предложение справлять Новый год у нас дома. А свежее предложение отопляем. Ура! С Новым годом! Так, все, пойдемте. А ты что здесь делаешь? Новый год! Ну-ка, ну-ка, догоняй. Все, иди. Прощай, Италия. Почему? Ну, ты ведь не уедешь туда теперь? Мы можем уехать туда вместе. Нет, я не могу бы расти мать и бабку. Устали? Илья, давайте мы с вами кофе уйдем. Ну, давайте. Спасибо. Только боюсь, даже кофе не поможет. Так, с чем проблема? Ложитесь и отдыхайте. Ну-у. Новый год все-таки. Да и потом. Что потом? Может, я вас больше не увижу. Илья. Ну, вот представляете, если наши дети действительно возьмут да поженятся? Мы ведь тогда станем с вами родственниками. Скажите честно, вы выездесь со мной и моим семейством только чтобы отлечься от мысли об Ирине? Да нет. Не только. А мне... Просто очень... Мне очень хочется, чтобы вы посмотрели мне в глаза, как тогда. Ну, когда принимали меня за вашего мужа. Ну, теперь я знаю, что вы не он. И что это меняет? Все. Теперь я буду смотреть на вас, как на Мишу, а не как на Юру. Давайте попробуем. Как хорошо, что вы не он. Не пора. Не надо. Ну, не уходи. Я получила подарок на Новый год. Пора уходить. А завтра все будет по-другому. Может быть, ты даже видеть меня не захочешь. Илья, ну... Илья... А если не захочешь, приходи. Адрес ты знаешь. Павлик, пора. Мама. Вставай. Мы уходим. Мы уходим? Угу. Дай рюкзаку. Ой. У меня глаза не открываются. Осторожно. Ты меня держишь? Да, держу. Осторожно. Можешь такси? Да нет. Мы пройдемся. Мы пройдемся. Мы будем гулять. Ну, ладно. До завтра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я иду! Здравствуй, Эля. Да я вижу, ты не меня ждала, а что-то с тобой. А ты подстриглась, тебе хорошо. Впустишь? Я ненадолго. Я сегодня не спал всю ночь. Новый год? Да нет. После вчерашнего нашего разговора... В общем... Не хочу, чтобы ты зло на меня держала. Прощения пришел просить. Человека, которого я любила, больше нет. А тебя мне прощать не за что. К тому же нет худой без добра. Я всю жизнь думала, что буду любить только своего Юру. А теперь вот влюбилась. У этого вчерашнего? Угу. Ну, а он? А он... Любит другую. О как! Хочешь, я тебя с кем-нибудь познакомлю? Не хочу. Не хочу. Мне и так хорошо. Странная ты. А Пашка где? У девушки. Уже? А... Ну, да. Ладно, пойду я. Снова буду тебя. И тебя. И тебя. И тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok